Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Красавчик, туск, xz, сложная линия, умничка, q на визаже будет отыгрывать, прям великолепный игрок, агрессив, умница, стопроцентный, ну и кого-то я еще тут забыл, это скорее всего какой-нибудь лох, нет, это гардер на андаинге, это гардер забирает себе андаинга, тоже имбовый достаточно пик. Со стороны команды ЕГЭ, тут, естественно, и в представлениях не нуждаются, но время-то эфирное надо чем-то заполнять. Сумаил играет на Shadow of India, АОИ-2000 будет играть на Наги Сайрон, Юниверс, играет на Сент-Кинге, ППД будет играть на Дазли и, 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 и Фир играет на Разоре. Сумаил играет на Shadow of India. Посмотрим, как это будет, будет ли это по олдскульному, будет ли это школа, я не знаю, какого-нибудь Яфица, или это будет школа конкретно Сумаила. Скорее всего, отличаться это будет от олдскульного СФа, того, который у нас в Uber Damage выходил. Тут, конечно, Сумаил, я уже наблюдал СФ в его исполнении, это Мекки, это Яулы, Даггеры, нормально заходят. Ну и посмотрим по фарму. Меня больше всего вопрос фарма интересует СФа, это рекордсмен, безусловный, по Крипстату. Данный персонаж, естественно, по Нетворсу тоже на ранних левелах, скорее, Крипы тут дают деньги, нежели убийство героев, поэтому интересно глянуть. Фир опять будет играть на Разоре. Уже такое было против команды Яхум, которую отправили вниз игроки команды ЕГЭ, Яхумы, которые уже от Вичи Гейминг слились. Ну и смотрим за реализацией персонажей команд, да, обеих команд, только ЕГЭ, что ли, смотреть. В Юниверс стоит сложный на Сент-Кинге. Стоит против Агрессива на Эмбер Спирите. Юниверс у нас пошел через пассивку, он ничего пока не боится. ППД есть, если что, на подсейв, пока ничего не качал ППД. На случай, если вдруг там крест, так и наоборот. Под хилл, все, ППД качает Шадоу Вейв и начинает уже наказывать потихонечку агрессива. Мидлейн, Сумаил 3 на 1, у Темпларки, у Шики 1 на 1. Сумаил уже очень нагло себя ведет, примерно так, как он это делает обычно. 4 на 1 у него, плюс 3 души, все хорошо. Шадоу Рейс 2-го левела. Фир в это время 2 на 2, АО и 2 тысячи на Наги Сайрон пока поблизости, на случай, если придется драться. Ну и уже Гардер начинает наваливать Дикейм, уже 2 есть у него. Заряда готовым. Ну, мне кажется, команда ЕГ должна просто давить фармом и стараться вести наиболее агрессивную доту, из той, на которую они способны. Шадоу Финд, это Сефа, постоянные кайлы. Сумаил не оставляет ни на секунду в покое Шики. Дальний нет, да, нет, да, подойди, дай ближний, дай средний. У Сумаил просто, конечно, давит Шики, и это видно со старта. Крипов настрелял себе уже. Шадоу Рейс не жалеет. Фарм вообще великолепный, 8 на 3 у Шики, 6 на 1. Сейчас еще и Койл какой-нибудь запилит. Все кайлы есть у Сумаила. Скайловка тоже достаточно удачна у этого парня. Свои чужие, ему вообще пофиг, каких крипов бить. Ну и посмотрите, уже у чувака счет 11-4. Против него 6-1, загнанная абсолютно темпларка, еле стоит. Шики крутой мидлейнер, безусловно. Но тут, извините меня, феномен доты. Точно, Цедек это команда феномен. Сумаил это игрок феномен. Так что здесь есть на что посмотреть, безусловно. Курьер Дайеров. Ауэй 2000. Быстренько так. Обошел на хосте. Наверное, Хилинг Селс того стоил. Разваливает Курьера. Все получили денежку в команде ЕГЭ. И максимум, что тут потратил Ауэй немножко хп, но быстро отпевается. Первый удачный мув от команды ЕГЭ. Не считая, конечно, перефарминга на линиях. Вообще, гляньте по крипам. Первые 3 места у команды ЕГЭ. Фиер 8 на 3. Юниверс. 12 на 1. Юниверс. 12 на 1. Юниверс. 12 на 1. Сложная линия. Против визажа. Против Эмбер Спирита. Подойти не может, потому что здесь никаких Сен Стармов. Здесь пассивка в 1. И агрессив подходит. Денайт крипа. Агрессив получает по голове. 14 на 1. Тут 10-1 идет на легкой линии Эмбер Спирит. Легкая, сложная. Я думаю, вы понимаете. Прекрасно. Вообще, дисбаланс в этом фарме, который происходит от команды ЕГЭ. Давят как только могут. Пока что без файтов. Фиер через Статик Лин. Через Плазма Филд. Ауи. Сетка Риптайт. Сумаил. Шадоу Рейз 3-го левела. 2-го левела Некромастери. Ну и здесь ППД. Без Грейва Апу. Зинтач есть. Шадоу Рейв 2-го левела. Никто даже не рассчитывает, что их будут убивать. Юниверс. Наконец-то Сен Сторм. На всякий случай. Кстати, сейчас агрессива будут подкапывать. И скорее всего будут еще и разваливать его. Юниверс. Ох ты наполучаешь здесь. ППД еле убежал оттуда. Подхилл пошел по Юниверсу. Спасли друг друга. Юниверс опять прыгает за агрессива. И валит его, и бьет. И Пойзон Тач пошел по нему. Юниверс отправляется в таверну. Ну как вы так с визажом играете? Скажите, пожалуйста. Здесь Соло Сампшн есть. Поэтому такие игры, они очень опасны. И Сен Кинг уже с Транквилл Буцами. И с одной смертью. Молодцами здесь Цидеки. Обратная реакция моментальна. Ауи 2000 пошел на топ лейн. Сетка есть. Есть Рептайт. Есть Инвиз. Могут в принципе убить визажа. Но для этого должны выйти хоть немножко. У Наги совсем немножко будет Инвиз еще. Ну Ауи ворды хотя бы обошел. Потенциальный. Ауи видит своего соперника. Ауи не ловит Кью. Не ловит, потому что у него агрессив. Цель. Ну и Кью при... Агрессив здесь 100% приехал. Забирают. А Майнкерри команда СТЭК. Юниверс забирает этот фраг. Немножко голды. Тут немножко экспириенса. Получили больше ЕГЭ. 400 голды и 400 экспириенса. Сумейл медлейн 28 на 12. Шики 16 на 2. 28 на 12 и 16 на 2. Сколько это? Это 40... Два крипа в итоге добивает Сумейл. 43. 42, да. А Шики добивает 20 только. 43 против 21. Я думаю, разницу вы понимаете. Да, дикий просто. Просто дикий. По фарму тут чудеса какие-то. 2800 у Сумаила и 1900 у Шики. Это еще рефракшн тут кое-как спасает. Была бы здесь квапа, здесь просто сопли были бы от темпларки. 23. 29 фир. Экзет 16 на 11. Гардер 5 на 0. Фир продамажил Экзета нормально. Приходит сюда ППД. Фир дальше бьет Экзета. Вдруг будут разворачиваться. Фир дамаги наполучал. 28. Ничего страшного. Сэфу проперло на руну Хаста. Есть вариант куда-то нырнуть, где-то подраться. Смейл пока просто с Хастой бегает. У него есть Мэджик Лонд. У него есть Рингов Аквилла, Бутсов Спид, Боттл. 400 голды на руках. Шики в это время. Тапок есть. Есть Глофсов Хейст, Боттл. Тупу фарму 3 первых места у команды ЕГЭ. Юниверс просто красавчик. 1100 у него уже на руках. Вот это сложное. Они просто загнали Эмбер Спирита. Эмбер Спирит идет у нас с Нетворсом 1900 и 2500 при этом у Сэнд Кинга. Соло сложное. Ну, с ППД, но отчасти. Отчасти Юниверс 2 левела Сэнд Сторм. Ему стакают. А ему готов ППД уже здесь настаковать. Так, Розора в это время забрали. Ауя отсюда уходит. Под там бой. Пришел Шики к ДСС. Но. Сумейл в это время фармит. Или не фармит. Где, кстати, Сумейл у нас на мидлейне забирает визажа. Вот такие вот дела. На хосте просто пошел и на мидлейн развалил визаж. У Юниверса 1400 уже на руках. Даже больше. После этих крипов тут гораздо больше. Еще 600 где-то. Угу. Копейки остаются с Энкен Гуд до приобретения Даггера. Сейчас пару пачек, если еще здесь где-то настакают ему. А вот, кстати, есть. Есть, есть, есть. Вот здесь вот делаешь еще один стак. Шики пошел проверять, кто там вообще где по лесу гуляет. Ну и уходит отсюда Юниверс. Ну, ненадолго. Так, есть Левижен. А ну-ка. Ну, пропинговали здесь. Уже сюда подходит Нага Сайрен. От Ауи подсейвить на всякий случай. Но Юниверс дальше зарабатывает деньги. У него уже 1900 после этих крипов. Ровно причем. Вот это я шарю. Сумаил уже с ПТ. Есть у него Рингов Аквила. Мэджик Вонт. Есть Светок Портала. ППД. Бутс оф Спид имеется. Ну и копейки тут на руках тоже есть. Агрессив. Боттл есть. Пурмен Шилд. Бутс оф Спид. 450 голды на руках. Маловато на самом деле. Ну, топ-5. Топ-4 здесь Шики и Агрессив. Это называется загнали ЕГЭ. 3к по голде ЕГЭ. Так, Агрессив начинает выжигать здесь ППД. 3к по золоту ЕГЭ и 2к по полторы по экспириенсу. Фира пытаются закрыть игроки команды ЦДК. Есть Смок у двоих сразу же. Кто-то третий здесь под Смоком был. Но Шики уже выходит из Смока. Ну и КЗ. Смок заканчивается. Либо врываться, либо уходить. Потому что будет сейф ТП от команды ЕГЭ. Есть вариант стрять вдвоем здесь. Знает, где Фир. Пингуют, где он. Икзет вводит крипов, чтобы Шики подпушил. Ну и нормально. Вводит крипов. Здесь сейчас их будут бить. Ну и это нормальный такой файт. Все, Фир дал о себе знать. Даггер появляется у Юниверса. Появляется Фейсбутс и у Эмберспирита. И сразу же появляется у Фира ПТ. Это какая-то распродажа, что ли, в магазине была? Что, бомжи? Да, на распродажу налетели. Сразу у троих героев появляются артефакты ценой 1500+. Ну там, не считая, конечно, фейсбутсов у Розора. Нет у кого фейсбутсы? У Эмберспирита, да. 3000 ЕГЭ по золоту, 2 по экспириенсу. В лесу готовится файт. И Юниверса уже есть. Даггер уже об этом прекрасно знает команда Цедек. Даггер, который появился до 10 минуты. Это, знаете ли, очень жестко. Юниверс просто молодец. Сумаила ловят. Ульта от Сумаила сразу же на агрессив. Врывается в него Шики. Прокатываются шаром по Сумаилу. Валерус панч. И Сумаил должен умирать. Сумаил умирает. Он продамажил очень жестко Юниверс. А он без Эпицентра. Юниверс просто в Сент-Старме стоит. Просветки никакой. Экзет, лоу-хпшный Экзета Юниверс забирает. И это даблкил от Юниверса. Он просто в Сент-Старме стоял. Он ничего для этого не делал. Он нажал одну кнопку Q и стоял... W, точнее, не стоял. Ожидал, когда там все начнется. И только сейчас качает Эпицентр. 3 в 2. В пользу команды Цедек. Но забрали Андаинга. Забрали Тузка и забрали... Забрали Визажа. Игроки команды ЕГЭ. Юниверс, молодцом. 1270 уфира на руках. После Аквилы, после ПТ. Как там Эмбер Спирит и где там Эмбер Спирит? Эмбер Спирит уже приобретает себе брасер. Есть у него фейсбутцы. Пурмен Шилд, Боттл, Мэджик Вонт. Пятое место по Нетворцу. Не алё, конечно. Уже есть фамильяры у... УКЮ. Ну и подпушивает агрессив. Это время нижнюю сторону. Центральный Сумейл тут подходит. У Сумейла нет Мекки. У Сумейла будет Юл. А потом Мекка. Или не будет Мекки в принципе. Может здесь есть кому её фармить? Хотелось бы узнать. Солринг у Сэн Кинга на подходе. ППД тоже без Мекки. Нага, Сайрон без Мекки. Фира загоняют на линии. Фамильяры плюс агрессив. Смещается сюда Шики. Смещается сюда Кью. Фамильяров пытаются разбить. ППД уже на подсейве. Недалеко здесь уже Юниверс. По-моему сейчас реализация Даггера будет на 5+. Фамильяров распинали. Вы что это? Что это такое? Это как называется? Просто пошёл и отталкивал своих фамильяров сопернику. А зачем? 200 голды подарок. Ну ладно. Ребята, говорит, выражаю своё почтение лично каждому. Я ваш кумир. Ой, я ваш кумир. В смысле. Я ваш фанат. Вы мои кумиры. Команда ЕГЭ. Примите в дар этих иммортал фамильяров. Просто взял 200 голды подарил. На ровном месте. Фир тут не дофармливал как будто. Фир топ 2 Нэтворс на карте. У него всё хорошо с фармом. Если дарить фамильяров, то Сумаилу. Он их вообще не почувствует. У него, конечно, по фарму чудеса. Уже, по-моему, готов Юл. Да, уже готов Юл. Остаётся тут 150 голды всего лишь. Нет, тут будет разобрано всё. И ещё раз разобранная Сейдж Маска отсюда забирается. Ну и всё. Забирай Рингов Протекшн и иди продавай. В порядке Сумаил вообще. Экономия на всём. Ну блин. Ну просто топ, топ, топ. Агрессив в это время забирает нижнюю руну. Или хотя бы пытается. Сейчас агрессив нас будут забирать. Он улетает. Он улетает на один из своих ремнантов. И... Тауэр ЕГДН. Топ коллективы товара обычно не отдаёт. Тауэр ЕГДН. Тауэр ЕГДН. Стоп 5. Он немножечко отстаёт от Эмбер Спирита. А это печальные новости для агрессив. У Фира на Розоре. 5200. У него уже есть Аквила ПТ. Брасер и рецепт на барабаны есть. Да, есть рецепт на барабаны у Фира уже. Короче говоря, это в целом есть барабаны у Фира. Это я хотел вам сказать. Ну и появляется даггер у Темплара Ассасин. Даггер и ПТ. Пока что без всяких там дизоляторов. Даже без намёков на него. Дальше должно по идее быть. У СФ есть ЕУЛ. Нормальный мув спид для СФ. Может быть будет даггер следующим для Сумаила. Ну почти уверен, что будет. Потому что в основном у него достаточно агрессивная дота. И даггер ЕУЛ это как раз таки хедлайн вообще всего агрессивного, что СФ может предложить. Продолжение следует. Продолжение следует. пошла. Потому что у нас файт на топлее. Разваливают Ауи 2000. Ну, толпой тут вышли, конечно. Толпой несложно бить бедную Нагу. Команда ЕГЭ в это время по центральной линии забирают Тауэр. Могут двигаться, в принципе, и дальше. Сюда ТП летит. Зря. Очень даже зря сюда пытался кто-то прилететь. Прилетает. Приходит пешком сюда Гардер. Гардера просто разорвут. Пришел помочь команде. Фир сбросился по скилу СФ. Пару Кайлов зарядил. И Юниверс. На Рошана. Может уже, кстати, быть заход от команды Виртуз... Эм... Пф, команды Виртуз Про. Все заходы на Рошана от ВП уже в прошлом матче закончились. Не начавшись. Команда ЕГЭ выфармливает теперь вражеских хеншингов. Просто забирают все возможные варианты для нормального фарминга с деком. Три тысячи по голде ЕГЭ и по экспириенцию 3 с копейками тоже в пользу команды Evil Geniuses. Сумаил в Инвизе. Кью он здесь должен видеть. Шики. Тут, конечно, под рефракшн. Сильно с ним не повоюешь. Надо сбивать рефракшн. Потом файтится. Прыжок от Юниверса. И офигенная реакция от Шики. Или реакция. Или просто там как раз так совпало. В Инвизе стоит СФ. Будут собирать всех вокруг. Здесь нет центри. И не знают, что он и ни у кого нет центри. Просветки не юзаны, потому что непонятно, где же там СФ. СФ понимает Вьюл у нас. Эмбер Спирита, чтобы не расслаблялся. И выталкивает его назад. У Сумаила есть уже Яша. Значит, не будет раннего даггера. И вообще может не быть даггера. Ну или если будет, то попозже. Как там Юниверс поживает? Он меня просто радует сегодня. У него есть Сафу Физердри. Уже готов Ринга Фиген. Есть совсем чуть-чуть на руках. Ну и 900 голды надо до до Форстафа. У Розора от Фира уже есть Пойнт Бустер. Есть 1000 на руках. Поэтому 2000 остается до появления Аганима. Рипсайт давай. Ау. Эфир уже 1600 у него на руках. Даже больше. Совсем чуть-чуть остается до Аганима. Так минут до 20 этот артефакт может и появиться. Ну там на 21-22 это предел. СФ от Сумаила. На руках 1600. До Саши 500 голды всего лишь. Остается СФ во вражеском лесу. Нифига СФ в принципе не боится. Фир отправляется на нижний лайн. 2000 уже почти на руках. Дарк Лайт. Дарк Лайт. Цедеки врываются на Сумаила. Ульта пошла от Сумаила по приземлению на Шики. А он в рефракшене. А ему пофиг. Но здесь Юниверс. Теперь уже не в рефракшене. Никто. И просто разваливают потихонечку команду Цедек. Ну этот Юниверс это какой-то подарок для команды ЕГЭ. Все по таймингу. Все круто. Но этим Сэн Стармом уже троих убил, если не ошибаюсь. Доминейтинг Стрик у Сэн Кинган на данный момент. Или как бы не четверых вообще Юниверс. Из всех четверых, которых он убил, убил Сэн Старму. ЕГЭ готова зайти на Тавар. Ну файт не состоялся в итоге за Тавар. Команда Цедек наплевала на свой Тавар. Точнее ЕГЭ наплевали на их Тавар, а Цедеки сами наплевали на свой и решили не дефать его. Разошлись фармить. Это на самом деле поважнее вещь, чем Брспирит нуждается в артефактах. У Эмбера до приобретения Battle Fury еще 1000 лет агрессив только 380 на руках. Ему клеймер покупать, ему бродсворд, ему еще катку вытаскивать за командой Цедек. Это не так-то знаете ли просто. Ну и по фарму 10500 у Сумаила против 7000 по Эмберспиритам. Есть уже Саша Яша. 1100 на руках у Сумаила. на центральную линию перемещается Сумаила. Мувспид 458 без напрягов. Сейчас еще Даггер приобретет себе Сумаила, а приобретет у Фира 417, здесь 477. Почему так вдруг быстро? Ну и демеджи с руки 200. Практически агрессив. Привязывает ППД. Фамильяры начинают ППД настреливать. Дезолятор появляется у Шики. Вот теперь можно драться. Даггер есть, есть дезолятор. Под рефракшеном никакой деф особенный не нужен. Тепларки она практически неуязвима, если толпой конечно не наброситься на нее. Ну так, чтобы ЕГИ не набросились слабо в это верю. Сумаил пополняет батлу, сейчас иллюзию отправят на Роху, это понятно. Даже две сразу. Вдруг что? Ну одну нет, одну шарит, шарит. Экзет там бракует, на Рошане стоит, сейчас доракуется Экзет, Сумаил. Приготовился разультиться, ульт не дает. Вот сейчас бы Даггер сюда и здесь бы развалить команду ЦД, когда ЕГИ могли бы. Кто-то там будет драться, не хотят, агрессив прыгает. Сразу же подъем от Сумаила. Юниверс врывается, у Юниверс не дает эпицентр еще, и Юниверса здесь просто сгноили. А почему без эпицентра? Он же стоял на ХГ, был вариант раскастоваться. И там пошла от Сумаила. Зак Юо, один Койл точный, второй Койл точный. Фиру наваливают, Фир у нас без ульты. Мышал, игрой вон Фир, но это до поры до времени, сейчас Фир отправят в Тавер. Цидеки делают минус 2, забирают Фир, забирают Юниверса, забирают Ауи 2000, Сумаила, не забрали, но не добрались, просто до него ППД. Лоу ХП-шный сейчас будет. Ну все, есть уже Сноуболт, и ППД здесь остается. По приземлении Шалоу Грейв старается сделать эпаут, и по-моему, ничего не делает. Шавельяры просто выносят у нас ППД, это минус 4 от команды Цидек. Офигеть. По итогу этого файта мы тут файт рекап не посмотрим, да? Ладно, Цидеки просто выиграли, я думаю, тысячи две. По экспириенсу тоже тысячи две, может даже больше. Мирошан для команд коллектива Цидек. Так вот китайцы огрызнули, знатно. Ну и немножко Шики поднялся по фарму на втором месте теперь отстает от Сумаила. На четыре, на три с половиной тысячи, но тем не менее отстает, но Эмбер Спирит зарабатывает на Батл Фьюри себе. 24-ая минута, если бы не этот файт удачный, то Агрессив еще минут бы 50 фармил на БФ, а теперь видите, как дела подравнялись к команде Цидек. Ну и по фарму пять копейками проигрывали, теперь две с копейками проигрывают. По экспириенсу тоже две с лишним проигрывают, хотя выигрывали ЕГЭ более пяти. На центральной линии команда ЕГЭ готовы ловить какие-то МАЭК ЗЭДА. И Сумаил без даггера, Сумаил приобретает себе Талисманов Эвэйшн. Кстати, БКБ никакой нет у СФа. Против кого? Есть вообще? Да не против кого. Что там? От визажа фамильяров разве что. И то, по-моему. Нет. Спасает от него. Привязка ППД пошла. Агрессив. Экзэ отпрыгает на ППД. ППД шалугрейв на себя. Это плохо, потому что остальные их теперь не подшалугрейвить в этом файте. Агрессив с БКБ разваливает через фисты у нас ППД. Кэп в таверну. Дальше за Фиром. Сон пошел от Ауи. Просто спасать всех. Фир отсюда уходит. За ним какая-то тварь ползет. АСФ дальше фармить. А ну-ка, мне просто Крипстат интересен. 260 у Сумаила Крипстат. 260. Против него Эмбер Спирит 140. 26-ая минута 100 крипов за 10 минут. То есть 10 крипов в минуту убивает Сумаил. Это очень много. 566 ГПМ у него. 26-ой минуте при одной смерти приличный. Думал повыше, но Крипстат просто чокнутый. Ну и дальше фармить 2 400 2 500 даже на руках у Сумаила. Пофарматься деки догнали своих оппонентов. Кто-то где-то тут фидит. Даззл 0.3 от ППД. Ауи 2000 0.2 Вот они фидер. Вот они. Мека есть у Наги. Есть уже Аркан Буци. Гвардиан Грифс у Ауи появится через 900. В самом деле СФ у Даггера не хватает я считаю. Он не может быть настолько агрессивным в полной мере пока нет Даггера. Пока нет вариантов врываться и давать ульты там где ему удобно. Даггер БКБ было бы очень здорово. Тем более контролить СФ умеет. ССФ Сумаил конкретно. Зашло бы очень хорошо. Ушики 3200 на руках. Наверное БКБ думаю собирать в Кентларке. уронов Шадоу приобретает себе Нага. А почему? Ауи собрал бы Гвардиан Грифс нормально бы дрались. Фир прыгает за Шики Шики просто сбирает Тауэр и Даггера и приобретают. Баттерфля СФ это время. 400 голды в плюсе СФ 400 на руках остается у СФ еще. Короче говоря Сумаил фармит просто одуревший. 12300 Шики 15800 Шадоу Финт и 12200 Эмбер Спирит и Замес пошел на нижнем лайне. Агрессив привязывает Фира агрессив что-то смеловато от него. Мильяры добивают Тауэр в это время. Команда Цедек просто давит. Привязка по Фиру. Фир не юзает у нас Айф за Сторм у него уже есть Аганим у него уже есть Плейт Мэйл. Разор Керасу Шадоу Финт с руки месяц очень даже не кисло 139 своих и сколько здесь 30 16 30 60 Ну где-то 220 с руки должен быть А даже больше вот показывает 200 250 без ДД Шадоу Финт Цедеки вышли вперед по голде Молодцы просто умницы Цедеки и правда очень стабильно себя ведут практически не ошибаются Это их визитная карточка по-моему Это робо-игра где компьютер и программа не может ошибаться Цедеки запрограммированы на ноуту Элдота 2 500 уже Цедеки по голде и по экспириенсу более двух тоже для них Ну хорошо хорошо прекрасно 30 минут сыграно Давайте смотреть вещички Яша есть у Баттер Яша есть у Баттлфьюри Яша есть у Агрессива есть Баттлфьюри 2 200 на руках Скорее всего Манта Стайл я думаю Темплар Ассасин от Щеки уже 2 100 на руках Даггер есть Изолятор есть что-то есть в Курьере Так В это время Сумаил у нас убивает Таска Без Юла кстати просто через подкоп Сэнкинга пожалуй что так В это время на топе забирают Тауэр игроки команды ЕГЭ и полетели вниз потому что здесь уже подпушивается дайк мы вещи можем посмотреть 2 джевелина лежит у Шики в Курьере и сейчас вот эта пачка хрипов и у Шики готов Манки Кинбар все равно Маджик Вон продавать или Поттл что-то продавать придется МКБ готов нет свиток портала выкладывает Шики а вдруг а вдруг что вдруг куда выкладывает и оставляет темпларка свиток портала лежать один-одинешник вот он лежит себе так ну и дальше по артефактам у Гардера уже есть Глимер Кейп у Тоска есть Даггер почти готов Блэкинг Бар урну Шадоус тоже имеется визаж от Кью с готовой метой есть у него Транквил Буцы Мэджик Уонт Мегалюнов Пураж 4 прыгает на Кью Кью старается у нас уйти далеко не получается уйти но Кью если успеет конечно выгонит все ох какой крутой раскаст от Агрессива Агрессив очень круто здесь выступил развалил сильно но ответка от команды ЕГ достаточно мощная вышла Лоу ХП Юниверс Юниверс готов наверное с ультой залететь сюда раз хастовка пошла от Юниверса прыгает в толпу и ни в кого вообще Эпицентр не вливается а сам Юниверс умирает это самый тупой мув вообще Юниверса за эту игру до этого он просто божил что теперь хрен знает что теперь это конечно фейл фейлов оф Юниверс там влетел так влетел 570 голды заработали цитеки 380 заработали ЕГ в этом файте не очень понимаю но это за 1 кило он дайм это показали вообще так ЕГ хорошенько перевернули посмотрите 2500 проигрывали и уже в плюсе сколько 2 наверное по экспириенцию тоже полторы в плюсе вот это корм здесь для шики халявный заработок 1000 голды у шики так давайте артефакты смотреть команды Evil Geniuses разор вот фира есть у него аганим есть плейт мейл 300 тонн на руках немного остается до именно 800 голды остается до приобретения кирасы побежали за фира фира есть аэвзу сторм он еще будет половину каста работать всех за собой ведет фир просто юзает плазмафилд чтобы все бежали за ним и врезались в них игроки команды цдк на опыте скилловой чувак Нагасайрен от Ауи есть недоленый кураж Мека Аркан Буцы Урн оф Шадоус Мэджик Вон Юниверс Юул почти готов немножко остается Юниверсу Даггеры Форстаф есть Сумаил 300 после Доминатора рецепт на Сатаник есть и Сатаник уже готов охренеть как же он фармит 20300 у СФ как ни гляну постоянно с ДД бегает Сумаил Даза Лот команды ЕГЭ Аркан Буцы Клоак ну и Маджик Вонт по мелочи пепедив Глимер Кейп собирается хотя долговато конечно Юниверс вражеские леса за тот самый ульт мстит СФ 520 на руках где ты их берешь а постоянно обгоняет минимум на 5000 Эмберспирита время идет Эмберспирит никак не дофармливает 200 кстати на руках у Агрессифа Агрессифа Ребят кто выиграет какие мысли в чат запастите у кого какие какая видимость финала этого матча сон пошел от Наги Ауи 2000 сейчас Сумаил наорет на всех не дали Сумаилу ничего сделать Сумаил не может разультиться приземляется на копчик так и не сделав фульт вот это жесть вот оно отсутствие БКБ его просто законтрили в салат абсолютный Ауи 2000 улетает отсюда ЛУХПшный Юниверс ППД сейчас поймают Шики дальше за ним плевок ППД ППД раскатали минус 3 от команды Цедек здесь правда сбивают Аягу Темпларки но это не критично вообще не критично Фира бьет приземляется Фиру на голову здесь один Фамильяр второй на Шики выходит Фир и у Шики готов драться Шики готов драться Фира разваливает у Фира нет байбэка у Сумаила нет байбэка нет байбэка у ППД да ни у кого нет байбэка из команд ЕГ Цедеки все очень биты но у них в принципе все нормально Нага тут пытается что-то сделать центральная линия падает Нага не спасет окренеть цедеки переворачивают вверх животом команду ЕГ вниз сразу нижняя линия Шики долгий тут просто Тауэр 4300 у него на руках у Ицеда все необходимое есть Фира нет Сумаила нет драться некому ППД просто рахит на фоне этих ребят у него Нетворс 3200 он тут в артстайла вообще играет а не в доту минус 2 линии от команды Цедек развалили милишный барак здесь развалили милишный барак здесь линии будут кушаться фарм УСФа подобрежется ЕГ просто в печали сейчас ох цедеки вот это Тима сколько голды подняли я боюсь даже посмотреть не обновились графики я почти уверен маловато как-то за 2 снесенные линии Эмбер Спирит сразу при баблишке 4909 5 тысяч у него БКБ приобретает себе Темпларка СФ must have БКБ без БКБ вы видели что с Умейлом все так классно постой просто не дают вариантов провязать ульту Сумаилу в толпе нельзя стоять это надо понимать так ну и смотрим агрессив что покупает есть у него уже кристаллис есть рецепт на Дейдалус и отправил курьера в магазин за второй это готовый Дейдалус или Дедлус чтобы не ломать уши англоязычным зрителям Фир приобретает себе Шивосгвард есть у него агоним септер кстати Фир все таки в Кирасу не пошел но Сумаилу поднимает ветра сам себя Сумаил сатаник есть надо начинать ультить и драться тамбу разбили Фир как раз под комбинацию отменяют сон и что и плевать агрессивно на ульту ульта СФ тут одного визажа надамажило Фамильяры разбили Шики начинает драться с Юниверсом Сумаил дальше на ХГ пока что не узал еще сатани ну и давит команда ЕГ забрали только забрали только визажа почему приуныло команда что не так только что дрались все хорошо агрессивно крутые криты вываливаются как-то раз приостановились что не так думаю ну и отдефали свою центральную сторону в планке появляется Блэк Кинг Бар уже даже проюзан один раз 2000 сверху для Шики тоже криты наверное будут появляться ондайн 1000 голды после Владмира и Глимер Кейпа ну и агрессивно мы видели уже как бы 5 слотов есть ну так 4 пускай PPD где-то отхватывает Юниверс никак себе наилм не наковыряет денег все вроде есть деньги улетает Юниверс забрать самостоятельно Юл а то как-то больновато все случилось для него в последний минут 5-10 Цидеки 7 выигрывали в итоге до 5 слились по золоту по экспириенсу тоже ну я думаю я думаю вы понимаете что фарм эсэфу обрезали теперь две линии нижняя и центральная будут с неудобными крипами крипами за которых дают меньше за которых дают там 23 теперь их убивать непросто и дают за них мало и сума будет меньше гораздо фармить надо переходить в активную фазу какую-то надо драться надо реализовывать эту комбинацию нага плюс разор плюс сэнкинг но вы заметьте как только сон от наги отменяется все в рассыпную у команды цедак здесь даггер у темп ларки здесь эмбер спирит тоже у нас на ремнанты улетает туск с даггером уходит этот глимер кейп валить оттуда этот вообще там никогда не оказывается кьюс далека все время стреляет фамильяров пытается забрать сумейла привязывают фамильяры нормально отхилились ох и вайлдкарт конечно цедекс взяли себе счастливый 300 на руках у сумейла пошел файт что он пошел от наги ну и смотрите что будет с командой цедак они просто разойдутся в разные стороны прыгает юниверс где твоя ульта юниверс до сих пор не дает ульт шалу грейх на него сумейла файтится разваливают шики юниверс где а юниверс не может это сделать юниверсу постоянно сбивают даггер здесь стоит очень неудобная тамба и юниверс в итоге так и не дает эпицентр сумейла разваливают 3 в 1 байбек от темпларки очень удачно не очень удачно темпларка в итоге файки так и не поучаствовала пипит не в таверну ох вот это цедек мочат а байбек сразу от эсэха байбек от впд пошли дефать свои стороны знаю что цедеки будут нападать или не будут роха здесь через несколько минут можно пойти драться на рошана цедеки просто тащат егэ вперед ногами круто очень круто байбек от шики он вообще ненужный был шики тут немножко вспылил это его личное дело кью себе аркан бутсы собрал при том у кью есть транквил бутсы ну и по фарму 7500 цедеки выигрывают 10 тысяч по экспириенсу поехали по если с демя т 10 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Варианты прорисовываются уже. 12 тысяч сцедек по голде и по экспириенсу 14. А Эггис будет угорать. Просто угорать. Под Тамбой драться не получается у команды Эггай. И это было видно. Там Юниверс не успевает дать ульт. Как только ставится Тамба, если Тамбу не удается разбить, Юниверс становится недееспособным. Он стоит и не может дать ульт, потому что даггер сам по себе обрезается. Нет даггера, нет врыва, нет ульта. Да, ульт не раскастовать. Надо то ли Сон как-то подуть. Юзать. Надо юзать, наверное, Сон, разбивать Тамбу команди Эггей. В это время Сэнд Кинг должен вкастовывать уже Эпицентр, а Сумаил должен вкастовывать Реквима в Соло. Ну тогда скажите, пожалуйста, кто же Тамбу будет разбивать? Фир, что ли, в Соло? Ну может и так. Короче говоря, ульты не заходят. И 45-я минута идет. Простите, конечно, фаны Шадоу Финда, но после 50-й минуты это будет не герой. Темпларка его просто разорвет на куски. И Темпларка его разорвет, и Эмбер Спирит, конечно же. Эмбер Спирит, а Ultimate Orb уже имеется. У Шики есть Яша, куда там Шики собирается. Наверное, Манта Стайл. Но они понимают, что им пушить еще. В одну сторону забрать. Есть, наверное, вариант подраться. Так, на Агрессива врываются. Фисты от него. Прилетает Айов Скади для Эмбер Спирита. Эмбер Спирит уже обгоняет по фарму своего оппонента. Это Сумаил на Шадоу Финде. 23 у Сумаила и 23 200 уже у Агрессива. Нормально парень поработал. Агрессива ловят. Флейм Гвард, он улетает. Быстренько на Римнант у него есть, а Эго он готов размениваться. 50 дэмэджа подарил, не критично. У него и своего достаточно. Команда Цедек давит по топ-линии. В кустах поставили Сигил. Разбираются пока что с товарами. Выхиливает у нас Агрессив. А Агрессив прыгает на Сумаила. Привязка и его, и ПВД. Ржок под Агрессив, он просто уходит. Просто отсюда отваливает. Для него не смешно здесь и не интересно драться. Он готов как бы мансить, пока с товара просто будут падать. Сумаил лоу хпшный. Сейчас Сумаил Агрессив просто разберется. Он пошел. Где Юниверс? Раскастовка от Юниверса обязана. Должна быть здесь, а у него нет вариантов ворваться. Юниверс, где твой ульт Юниверс? А что не так с Юниверсом? Юниверс прыгает под коп от него. Минус андайинг. Шики БКБ. Агрессив лоу хпшный. Агрессив теряет Аегу. Юниверс до сих пор без проюзанной ульты. Юниверс умирает, так и не дав эпицентр. Минус 3 уже от команды ЕГЭ, кстати. И начинает драться Агрессив. Агрессив привязывает здесь Разора. Криты по нему. Заплевывает Разора. Фир в таверну. И Ауи тоже, скорее всего, уходит сюда, наверное. Привязывает его Агрессив. Уикед Сиккет Агрессив. Ультра килл в этом файте. Просто развалил всех Эмбер Спирит. Команда ЕГЭ. Такой вот себе фаворит. Команда ЕГЭ. Отпадает пока что. ЕГЭ имели 68% на победу здесь. 32% у коллектива. ЦДек. Ну и что теперь говорить? Боюсь даже узнать. Команда ЕГЭ не дотащила. ЦДеки просто феноменальные чуваки. Я вам фотки их покажу. Просто чтобы посмеяться. Чтобы вы знали, кто это делает. Наверное, чуть попозже, перед следующим матчем. Пока что небольшая пауза, друзья. Услышимся через 5-6 минут. Я пока тут напилю фоток ЦДеков. И выставлю в эфир, чтобы было забавно смотреть. У кого-то мое эго над головой окажется. Все, до связи. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok